Вот это макевара Камертон Шилова. Здесь представлен способ установки ее во дворе. Как это сделал я? Способов на самом деле существует много, но мы рассмотрим сейчас именно это. Значит, вообще макевара Камертон Шилова предназначена для установки и закрепления на вертикальную поверхность, на любую. В данном случае это столб и поперечина. То есть вот вкопан землю столб. Столб, правда, очень длинный. Он вот над поверхностью, видно лишь одна его треть. И он закреплен к земле деревянными клиньями. На самом деле можно выкопать яму и забетонировать, чтобы будет, в общем-то, еще лучше. Для чего нужна поперечина? Ну, чтобы макевара была закреплена так, чтобы она не вращалась вокруг столба. Если бы столб был бы квадратный, то поперечина, в общем-то, и не была бы нужна совсем. Высота закрепления макевара должна быть такова, чтобы при постановке удара с Айкен Чокуцки, то есть прямого удара кулаком вперед, в стойке, в низкой достаточно стойке, рука была параллельна земле, при том, что она перпендикулярна поверхности бойка. Поэтому вот это расстояние, которое там от земли есть, оно может быть разным, в зависимости от роста человека, да? То есть она может быть закреплена выше и ниже. В моем случае она почти стоит на земле, там зазор где-то сантиметра два, от земли и до макевары. Способ закрепления к самому столбу или дереву, это может быть и дерево, может быть самый разный. Можно вообще просто примотать скотчем или ремнями, или шнуром. В моем уже случае я закрепил на поперечину, это через шпильку. И с обеих сторон затянул барашкой. А в нижней части просто скотчем примотал. Очень просто. Очень быстро можно снять, то есть скотч можно просто разрезать, болты отвинтить. То же самое можно окрест-накрест прикрепить ремнями. Очень замечательный способ для закрепления на дерево или на другой какой-то столб. Очень важно заметить, что нагрузка идет в верхней части, то есть вот сюда. И поэтому макевара через вот это крепление в верхней своей части, она как бы пытается как через рычаг клюнуть вот туда. Поэтому роль скотча, она больше заключается не в том, чтобы фиксировать макевар, а чтобы не дать ей колебаться. Она не должна качаться. То есть у нее будет желание все время от столба оторваться. Потому что мы нажимаем на нее в верхней части бьем. Вот скотч удерживает ее. Поэтому нагрузка его идет на разрыв. Достаточно крепко должен быть. Но скотчи, особенно полипропиленовые, они очень крепкие, выдерживают нагрузку очень легко. Вот это крепление, оно не должно быть очень низко. Лучше, если оно будет выше, чем ниже. Чем оно будет ниже, тем, соответственно, большие нагрузки будет испытывать ваша макевара на отрыв от столба. Или другой поверхности, на которую она будет закреплена. То есть можно даже это место крепления сделать, не обязательно оно должно быть именно с таким, да, барашком длинным. Это может быть очень короткая гайка, то есть которая будет прямо впритык с деревом закреплена. Вот. И может быть это даже где-то вот под отбойником. Вот отбойник, вот где-то гайка может быть в этом месте закреплена. Вот таким способом, нехитрым, очень простым, можно закрепить макевару на улице. Можно вообще всю макевару примотать скотчем. Если она крепится на сезон, скотчем мы просто примотали от самого низа до самого верха. И все. Можно, конечно, ее прикрепить к этой поверхности и болтами. То есть насверлить дырок насквозь в столбе или в дереве. Смотря какой у вас, может деревянный столб у вас будет. И через макевару насквозь закрепить. Потому что в отбойнике дырки можно делать. У него функция в основном конструктивная и несколько отверстий не повредят ему никак. А теперь давайте рассмотрим, как можно было бы закрепить с помощью ремней. Я покажу это на примере пояса. На самом деле это может быть шнур, это может быть что угодно. Вот таким образом берется шнур. И крест-накрест таким вот образом. Только это все делается очень туго. И обматывается очень туго. Все это дело закрепляется. То есть я показал буквально два тура. Но шнур или жгут, или вожжий, или ремень должны быть достаточно длинными. Если они будут длинными, то крепление будет достаточно жестким. Очень хорошим способом закрепления является приматывание подобным образом с помощью кожаного ремня. Ну, достаточно длинного. Жгута окожанного. И некоторых видов тканей. Ну, те же вожжи, например. Надо их просто намочить. Туго закрутить. И при высыхании происходит усадка. То есть кожа она тоже сжимается. Ткань она усаживается. И прочность самого закрепления становится выше. Ну, разумеется, такие, конечно, крепления, которые зависят от влажности, надо беречь от воды и дождя. Ну, для этого на макевару просто после тренировки надевается чехол. А чехол элементарный. Это просто большой полиэтиленовый мешок. Вот, типа такого, который лежит у меня. Сзади беседки. Вот и все. Очень просто. Специально показываю вам на рабочем макеваре. Потому что часто мне говорят, что... А что у тебя, макевар, это в зале красиво там все стоит, там все это рабочим сделано. Нет, в зале, да. А здесь я все делаю сам и все замечательно работает. Вот, пожалуйста, способ. Ну, сейчас я просто покажу на поверхности, которая просто, скажем, удобнее. На самом деле это делается как столбные. Но я просто покажу, как делаются сами туры. Вот, взяли. И кряхтили. Сделали тур. Еще. Еще. И вот, что в итоге получается. То есть, забинтованы подобным образом, да? Аккуратно. Очень все дело выглядит. Доброго. И вот, в конце концов, что божutions выручать. Продолжение следует...